Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Но его воспитал отец, который был известным уличным бойцом Там у него на родине И сказал, что вот эти черты характера моего отца Я впитал с детства И они мне помогают в жизни Ну все готово Микрофон в руках у Баффера И остается совсем-совсем немного времени Когда он произнесет свое знаменитое Let's go ready for rainbow Давайте приготовимся к драке А драка может быть сегодня? Сегодня По всем ожиданиям она должна быть Потому что я думаю, что многие зрители не простят, если будут танцы и не будут драки Нет, ну танцы могут, может танцы устроить хей Может это будет его план на бой Но Чусор это не будет принимать эти танцы Он будет его загонять, он будет его доставать, догонять Попытаю, будет пытаться деть как можно чаще Мы помним, еще раз вспоминаем бой Валуева с Хея Где вот этот план на бой с танцами Великолепно сработал тогда у Хея Но Валуев, у него нет скорости часов У него нет этой плотности У него нет такого количества Он не может делать таких ударов Конечно, столько в ринге Вполне объяснимо Не мог, о ней уже можно говорить в прошедшем времени Потому что Николай хоть официально не заявлял о том, что он повесил уже перчатки на груз Но, конечно, став депутатом, сейчас занимаясь политикой, он уже от большого ринга отошел И вот тот бой с Хеем был последним в его карьере Итак Звучит опять какая-то музыка Ну, все готово уже, все действующие лица Кроме боксеров в ринге Сейчас должен быть объявлен выход И по времени объявленному Все уже должно начаться Андрей, вот мы сейчас рассуждали с Егорем по поводу вот этих раскладов На ваш взгляд, насколько вероятно возможность того, что все-таки боксеры устроят что-то неординарное Или головой кто-то ударит кого-то, или там какое-то неспортивное поведение Может такое быть? Да, может, конечно, я так же жду, как и все, как и вы, какой-то подоплеки Но в последнем интервью Дэвид Хей сказал, что он нокаутирует не позже шестого раунда В часу? В часу, да Поэтому, наверное, он готовится на бой, но каждый раз Но вот это все ждут какое-то... Нокаутируют в какой-то раунде, это... Ну, он не сказал точно, в каком это раунде будет, на какой секунде и так далее Он сказал, что не после шестого раунда Ну, мы надеемся на это, хотя шансов у него немного Все-таки... На досрочную победу На досрочную победу перед Иссорой Как правильно сказал Григорий Очень твердый подбородок, стальной подбородок у Дерека Иссорой Почти нет шеи И очень сильный удар Если нокаут и будет, он будет в обратную сторону На досрочных экранах Дерек Иссоро, как всегда В такой маске из английского флага Из флага Великобритании даже Как правильно И вот этот плохой мальчик, плохой парень идет в ринг Вы слышите гул, вы слышите реакцию зрителей Все-таки, конечно, своим и... А, по-моему, это сирена, такая музыка, по такой музыке он выходит А, может быть, да, может быть, я поторопился, да Но у него все неординарно, поэтому... Видимо, на ногах бахилы, видимо, дождь на улице И дабы не намочить боксерки, да, чтобы не скользить Дерек одел пакеты на ногу Интересно, я да вижу такое первый раз Вообще экстремально, конечно, устроили организаторы в Лондоне, в Англии И сделать бой под открытым небом на стадионе Понятно, что они решили собрать наибольшее количество зрителей Которые купили бы билеты и пришли, построили этот бой вживую Тем не менее, не всем это показывается комфортным А ведь там не жарко, потому что очень многие Они были не в футболках и в шортах, а просто были в одежде В пиджаках, в джемперах Во-первых, это Лондон, да? Наверное, никогда не отличается Тем более, сейчас уже вторая половина лета Но должна быть большая арена Для такого события, для такого ажиотажа, конечно же Поэтому выиграли этот стадион Но сейчас будут длинные выходы Я не сомневаюсь В начале одного, потом другого спортсмена Они, естественно, уже были подогреты этой интригой И просто так, если боксеры выйдут в ринг, получится неправильно Надо сделать все такое Как бы оттянуть еще, насколько можно А стадион полный, посмотрите, полный стадион Мы еще гадались с Борисом, заполнятся ли трибуны Да, заполнились все Полностью Под завязкой Ну вот мы видим интерес Дерек Чесора Пошел в ринг Его приветствуют Есть у него и свои поклонники Конечно, у Хея, мне кажется, болельщиков больше Потому что он вот эту любовь болельщиков заворвал, еще выступая в первом тяжелом весе Не долго, но очень ярко Там, став обладателем двух поясов И после этого уже, как лучший боксер первого тяжелого веса, перешел в супертяжи Дерек Чесора Как бомж с пакетами на ногах Но это действительно необходимая предосторожность Потому что намочить боксерки Они будут скользить в ринге Если подошвы будут тем более мокрые Это не дело Мы вспоминаем, что бой Кличко в Германии тоже был вот на арене Если я не ошибаюсь, в Штутгарде тоже шел дождь тогда И тоже говорили, что вот этот путь от раздевалки до ринга был совсем непростым Ну что ж Плохой мальчик Дерек Чесора уже в ринге Белбой Ну и вот теперь Майкл Боксер объявляет Дэвида Хея Веселая композиция Дэвида Да Вообще он парень, конечно, такой харизматичный Он смотрится хорошо в ринге Сложен великолепно Артистизмом не занимать Умеет себя подать, показать Его вес к этому бою, если не ошибаюсь, был район 90 килограмм Да И, как мне кажется, это... Ну, это для него оптимальный вес Ну, наверное, да Все-таки Он до 100 никогда не добирал А вот Чесора бывал и 112, и 114 Я вспоминаю его бой с Тайсоном Фьюри Который он проиграл Причем проиграл по всем статям Вот Но там он просто был такой разжиревший Посчитал, что Фьюри для него еще не соперник Молодой пацан, 23 года И он выйдет и перебьет его просто Но Фьюри мне очень понравился такой бою Вообще, на мой взгляд, один из самых перспективных супертижей Наверное, да Наверное, да Очень высокий Скорость 2,6 И скорость хорошая Хорошая скорость При этом он даже в ближнем бою не теряется Вот свой рост там, свой длиной рук Он выходит на ближний бой И там успевает за счет вот этой ручной скорости что-то сделать Талантливый парень Одаренный парень, безусловно Тут на подходе еще и Магомед Абдусаламов Начинает там крушить в Америке арппонентов В общем, наступает в супертяжелом весе, я считаю Интересные времена наступают Ну, Виталий Кричко, наверное, уже скоро Уйдет с большого ринга Он это и не скрывает Откроется еще одна лазейка И вот эта молодая поросль Такая новая волна Может, не совсем молодая, но действительно новая волна Ярких ребят, которые появились Чего так долго не хватало С этого тяжелого веса Слежая кровь, да Ну, вот, его ведут под зонтиком Интересно, что у него на ногах Есть пакеты или нет? Ну, показывают нам, значит, нет А только на это обязательно режиссер обратил внимание Ну что? Посмотрим, что эти парни смогут предложить друг другу в ринге Мы не видели лица Деррика Оно было скрыто, как всегда Вот этим платком с флагом Ну, а Хейн, посмотрите Очень, на мой взгляд, сосредоточен, спокоен Ну, и так, вы знаете, настроен Нет никакого такого вот Бахвальства, ничего такого Не наблюдается в его облике Выходит, как на бой Как на защиту битвы Выходит вторым Ну, действительно, заслуги у него гораздо больше Ну да, заслуги у него больше Он был чемпионом мира Он был абсолютным чемпионом Он победил самого Маммайка Да, и был чемпионом мира в этом, если бы, тоже А вот видите, у него просто баки Его команда подготовилась лучше Сбегали в ближайшую больницу Взяли почву, да? Готовили Буд тут же в ринге Тренер, товарищ, друг Да, показывает вторую капу Это обязательное условие при бою титулом Если будет на страну, то должна быть запасная капа Да, этот бой всего 10 раундов, господа Не в пример предыдущим Но надеюсь, что эти 10 раундов, если мы их посмотрим целиком, конечно, будут очень захватывающие Открыл личико Дверик Чесора У этих ребят было вполне достаточно времени Чтобы подготовиться к этому бою И стоить с другой стороны Собственно, как вот закончился бой Виталия с Чесорой Со следующего дня они, наверное, и начали готовиться к этому бою Подготовка началась, да Причем очень активно, прям с первого же дня Очень важно, что эти боксеры не боятся друг друга Абсолютно Это очень важно, очень важно в тяжелом весе сегодня Поэтому должна быть бескомпромиссная борьба Огромный интерес сегодня в мире и в России, хочу сказать, огромный интерес к этому бою У меня есть пример, яркий пример У людей, которые занимаются и следят за боем У них есть родители, бабушки, дедушки, людям по 80 лет Они сидят и ждут этого боя, они смотрят бокс Это говорит об огромном интересе Интересе, ну действительно, режиссура, еще раз скажу, ну просто великолепная Ну а вот и произнес свои главные слова Баффер Я до этого он объявил, что рефери в ринге будет Луис Побон из Пуэрта-Рика А боковые судьи Стэнли Кристодоклу Южная Африка, хорошо вам всем известный рефери Пол Томас из Англии И Микки Вон, который тоже уже был рефери в ринге сегодня вечером Итак, Дерек Чесора, вы видите 15 побед, 9 досрочных, 3 поражения Причем все 3 в последних трех боях Но это ни о чем не говорит Хотя Хей и заявлял Вот на тех пресс-конференциях, которые они устраивали Которые проходили через металлическую сетку Которую разделяло их Это такое, конечно, маши клеткость Это такое я видел вообще в первый раз в жизни Но это тоже, мне кажется, часть декорации поставленного спектакля Хотя, я считаю, что, наверное, были поводы у организаторов Все-таки так отделить их друг от друга Потому что если он дал пощечину Кличко То он мог дать по морде и здесь спокойно Конечно, поэтому решили просто избежать этой ситуации Хеймейкер Хейнастроз Дэвид Хей Два боксера боксируют, по сути, у себя на родине, да? Да Казалось бы, незначительные титулы Два англичанина устроили разборку между собой Но весь мир сейчас пристально смотрит за этим Так точно Вот иначе другими словами назвать трудно Действительно, разборка Посмотрите в глаза этих парней Чесора просто хочет скушать Он съесть его Вся ненависть во взгляде Ядовую другого Посмотрим, попытаемся определить физическую форму Чесора Главное для него Есть у него лишний вес или нет На мой взгляд, нет Похоже, что в оптимальной форме Ну, а этот парень всегда в форме Итак, первый раунд Давайте смотреть, господа Публика просто рвет Ну что? Очень яркое начало Вот первый удар Посмотрите, насколько все-таки мощнее выглядит Чесора И сильнее физически И я боюсь, как бы здесь быстрота Дэвида Хэя Она может его просто не спасти Потому что Слишком уж какой-то большой, широкий и мощный Дэрик Чесора И он еще не начал боксировать Вот видите, что творится И пока все-все-все наши слова, события Они сбываются Посмотрите, что делает Хэй Он не делает шага назад Он бьет навстречу Он пытается попасть Он пытается наказать за каждое движение Дэрика Он вообще рискует, посмотрите Абсолютно С первых секунд А опуская руки Очень остро Очень остро действует Хэй Чесора пока подбирается Бесспорно Боксеры изучали друг друга Очень долго Мало того, что они знают друг друга Так еще и они готовились конкретно к этому бою И конкретно Они выстраивали тактику настолько четко Чтобы не допустить ошибки раз И чтобы Желательно Закончить бой досрочно Поэтому подтвердить Тот весь негатив Который был до боя И те слова И грустно сказанные Друг другу Так вот Ну вот я вижу У Дэвида Хэя Такие вместо Боксеров Это боксерского Такие кеты Своем разном Или кроссовки И кроссовки Но причем По-моему На какой-то платформе Да? То есть не на тонкой подошве Очень странно На самом деле В кроссовках Боксировать очень опасно И можно подвернуть голеносток Я не знаю Может быть специальная модель была сделана Для него Для этого боя Ну Сложно сказать на самом деле Ну Как-то Визуально кроссовки Когда-то вот ребятишки На первенстве Области Да? Когда не хватало Боксеров Все Одевали кроссовки Или кеты Ну Возможно Там какая-то Новая мода В мире бокса Что мы сейчас видим? Хей Со своей На порядок Выше скоростью Пока Делает Все Что ему хочется Чисоро Подбирается Попасть пока не может Но Где-то назревает Вы считаете Что Сейчас Кои впереди Мне не верится Чисоро Намного активнее Он давит Давит Делает Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Примерно одного роста боксера, да? Добавил DimaTorzok Да, но Часов шире намного Если он просто вот такой Мощнее по своей конституции Если Хэй, конечно, великолепно сложен Да, у него великолепно развитая мускулатура И все Видно, что он работает над собой Постоянно вот этого форма Вес все Идеально всегда соотношение и состояние Часоры больше Часоры больше природные Не получается, все мимо сквозь по плечам, да Промахивается, промахивается, да Ну, вообще часто промахивается Но он обычно гораздо больше Бросает ударов Сейчас мы этого не видим Заканчивается третий раунд Мне кажется, Хэй очень уверенно ведет этот поединок Да, с самого начала причем И вот мы говорили о том, что Часоры не устает Что Часоры начинает В одном темпе, в одном ритме Боя и так же его заканчивает Но здесь пока мы этого не видим А я вспоминаю А я вспоминаю, опять-таки Возвращаюсь к бою Стасином Фьюри его И вот там он явно устал под конец боя Ну, мы уже говорили Ну, мы уже говорили, что тогда у него был чересчур Большой вес, здесь поменьше Ну, посмотрим, посмотрим Ну, вот он пошел вперед Вот со своими страшными ударами Вот это драка, вот это драка Так, здесь нужно быть очень аккуратным, не допускать Потому что, возможно, он еще будет После окончания раунда начнется Возвращаюсь к бою Возвращаюсь к бою Возвращаюсь к бою Возвращаюсь к бою Семена раунда на грани драки Была у нас Мы это видели И может быть, вот этот эпизод разбудит часов Четвертый раунд Зрители довольны Интересный поединок Все пока довольны тем, что происходит Снова ушел на эту опущенную боковую Дэнни Трейп. Но... Да, рефери сделал замечание как раз вот в конце раунда о том, что, ребят, слушайте, нельзя вот эту тонкую грань, нельзя эту нить упускать. Если дать возможность вести себя вольно боксерам, это может перерасти в нечто уже не боксерское, не спортивное. Ну, Лусь Погон, такой опытный, известный рефери, говорил много тяжелейших поединков, вот Чисоро попал. Вот тут же, такой пропустил тоже первичный, да, тут же. Больше интересней становится. Да, просто в каждом ударе динамит. И мне кажется, вот эти танцы Чисоро сейчас были не зря. Он пропустил удар, и вот таким движением показалось, что все нормально. На самом деле, конечно. Да, это обычно всегда делают, да, ксеры, да, когда пропускают, понимают, что они... Да, смотрите, стал стеной и канатом, да, и немножечко затормозился. Вот такой взрыв. Но, действительно, Фей держит слово. Не танцует, не убегает, а бьется. Да, похоже, мы сегодня будем с вами наблюдать войну в ринге. Очень бескомпромиссно, очень рискованно. И тот, и другой начинают действовать. Сверху хотел просто ударить перчаткой по голове. Чисоро. Да, потому что не может, он даже в плечо не может попасть как следует, потому что не дает это очень гибкий... И злость начинает играть. Да, да, конечно, от этого злишься, потому что ну хоть куда-нибудь, чтоб удар... Когда удар приходит в воздух, теряется сила мгновенная. Мгновенную. Сказывается класс. Ну, как здорово, да. Красиво ушел вниз. Да, вот это... Такие эпизоды, конечно, выводят из себя соперника. Уже следует. Да, мало Дерек, как мне кажется, все-таки бьет по корпусу. Не кажется вам? Вот нацелен на голову, да, бьет вверх, в верхний этаж, а в корпус почему-то, по-моему, забывает. А он тяжелее, тяжелее-то на порядок. И это могло бы сказаться после середины боя, это могло бы сказаться. Удары в корпус, они всегда неприятные. Тем более, если пропадет. Размашистые, веские, быстрые удары Хэлэм. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. но вот эти атаки очень опасно и хоть что может произойти не забывайте это супер тяжелый вес если считать по раундам наверное наверное 4 1 или 5 0 ведет дэвид хэй но все на грани поверьте на грани мне бы хотелось конечно хотелось чтобы бой закончился досрочно или или проходил убийцу в таком темпе и в таком стакане проходит спросил ваши ожидания оправданы вот именно на такой год нет они бегают я ждал отцу и я вот принимает открытый бой вот эту битву я ждал именно такого поединка вот я почти был уверен что но мужчина бы с принципами и по крайней мере то что они говорили они должны ответить за это раз во вторых во вторых то что было до поединка это была война холодная и то что должно пройти в ринге получиться в ринге все ждут этого и это получает сейчас и великолепные эпизоды мы видим да с точки зрения бокса особенно в исполнении клея фарма да вот я вижу он устает посмотрите-ка он уже начал гулять часора пошел вперед он уже давит и вот что он делал очень много провокируется пока да причем бьет по час такими неправильными ударами как будто к на окнаш этого делать нельзя но судья пока закрывает глаза ну вот сейчас опять-таки пытался удалить перчатку сварки вот это да и вот это тяжелый вес и вот поймал его навстречу хей нет бой будет продолжить будет продолжен но я не видел сучу судачи россии вот чем дело ну что будет дальше пытается запасить еще 18 секунд поединка вот я не желаю клещу и хватает за шею хей и снова после еще это нокаут даже нокаут господа но пытается взять на восемь встал посмотрите но нет по моему правилу и даже на правильно яркая красивая победа господа это да что сделать эти удары которые наносить первого раунда они все-таки дали себе знать количество перешло в качество берег пропускал 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 и в конце право прямой достал очень красивые комбинации очень красивые удары хэй своем лучшем стиле ярко без компромисс на ведь все говорили да что у чесоры шансы в первых раундах он должен достать попасть и выиграть я и сказал что он сказал что в шестом раунде я выиграл где-то в районе шестого раунда фантастика верно слово ну красавец ничего не скажешь чесора я просто не узнал сегодня просто не узнал какой он был в тех боях и каким порой беспомощным он выглядел в некоторых эпизодах сегодня чтобы зажать да да как-то незадовольствие он не нашел не нашел свои ключи что нужно делать с первого раунда их и начал разбирать разбирать и разбирать вы знаете я вот опять-таки возвращаюсь к предматчевым всяким разговором и когда я сказал что если по чесора проиграет четвертое поражение подряд его вспышут в общем-то из верхнего эшелона не пытались возродить гарри что не тоже зрелищный боксер очень зрелищно он будет все равно драться за титулы за выходить на серьезные бои с очень сильными соперниками но я боюсь что вот после такого поражения четвертое положено 1 1 было несправедливым от хиллениуса да но после такого поражения его на рейтинг шансы и вообще будущее под большим вопросом такой сильный удар очень неожиданно очень неудобно наносит удар хэйл нам еще 1 дорогие начальщик вот это боковой точно в челюсть 2 уже просто добил и бросил вниз знаете если честно я на протяжении всего поединка чувствую разницу в классе да и в конце это самое главное об этом и говорили и хей сам говорил об этом что ты мол парень ты до меня просто не дотягивая все таки хэй конечно он просто преподал урок он разбивал разбивал от раунда к раунду и в конце нокаутировал своего соперника класс сказывался он виден намного разнообразен был дэвид точнее быстро вот это и окажется не все удары может выдержать дарик чесора против таких конечно он бессилен да и взгляд такой в сторону очень красочно да очень красочно ну что вы смотрите нет ничего да никакой злости никакой агрессии нет ничего что предшествовало этого боя вы знаете господа вот что я хочу сказать они срежиссировали наверное во многом этот бой они вышли на этот поединок все сделано для того чтобы был вот этот ажиотаж и был интерес но в самом бою они показали себя настоящими спортсменами настоящими боксерами не было уже вот того чего я лично боялся зрительно тренер обнимается очень дружелюбно с дэриком как будто не было никаких сказанных слов оскорблений вражды посмотрите что происходит это очень многие любят бокс на самом день и как будто не получил тогда буд штативом по голове причем от своего же подопечного в той драке итак официальный вердикт луис павлон поднимает уже руку дэвида хэ вот и два этих пояса которые согреют его душу но действительно очень яркая интересная красивая победа итак официальный вердикт луис павлон и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, господа, настоящий, великолепный бой, великолепный бокс мы с вами посмотрели И накал соответствовал, и уровень, и в общем-то, все, кто пришли сюда, на Хэпптон парк, вот эта колоссальная аудитория Все, кто сейчас провели это время у своих телевизоров, я думаю, не могут быть недовольны Получили удовольствие все, вы неправда ли? Это так, ожидание боя, предвкушение, бой абсолютно себя оправдал Я думаю, довольны все, довольны зрители у экранов телевизоров, довольны зрители в зале Потому что действительно сегодня был красивый спектакль В первую очередь, сегодня был классный бокс И это очень важно Сегодня были настоящие сильные удары, был очень захватывающий, бескомпромиссный, интересный поединок Вот такие поединки вызывают интерес у зрителя И уровень бокса, который продемонстрировали, особенно, конечно, это все касается, в большей мере, Дэвида Хея сегодня Да, очень высокий вызов И меня, конечно, потрясло вот это отношение сразу после гонга, да? Казалось бы, был эпизод, я уже не помню, после второго раунда, да? Когда такой возник момент, что вот-вот, казалось бы, разгорится драка Да, начали отвечать друг другу после гонга Да, начали отвечать, столкнул один другого после гонга И такая ситуация возникла Но куда-то это все моментально улетучилось Но Часурова уже доказал, тогда уже еще в бою, между прочим, с Хиреей, с Тайсоном Фьюри И в большей степени с Виталием Кличко, что он умеет принимать это вооружение Он настоящий спортсмен, и если спорты его победили в настоящем, честном бою Он отдает дань сопернику и признает это И здесь вот вспоминают как раз-за Какой месседж вы послали от Виталия Кличко сегодняшним вечером? Ну вот он, в общем-то, говорит о том, что он не уходил от этого боя И этот бой, который тоже ожидали когда-то, что он состоится Что Виталий сказал, что после брата я еще задам трехку этому человеку за все, что он сделал до боя Ну, кстати, я бы посмотрел с интересом с большим бой Виталия Кличко с Хиреем Да, это был бы тоже очень интересный Но пока до этого мы посмотрим в сентябре, конечно, здесь в Москве в олимпийском бой На Виталий Кличко с Мануэлом Чаром, который был одним из комментаторов вот здесь, на Хонтенпарке Его пригласили специально работать на этом поединке Как и я вас пригласил специально для этого Спасибо большое, мне было очень приятно сегодня доносить до зрителей то, что мы видим на экране Поэтому сегодня был великолепный, конечно же, вечер Сегодня был настоящий бокс мирового уровня Как бы кто бы что бы не говорил, да, сегодня парни показали в ринге очень многое Да, и такое не может, такое зрелище не может не нравиться всем любителям бокса Я думаю, вы с нами солидарны А на этом мы постепенно заканчиваем нашу трансляцию Думаю, что все вам очень и очень понравилось Для вас работали Андрей Шкаликов, Григорий Дрозд, великолепные боксеры И я, ваш комментатор Борис Скрипков Смотрите бокс, держите удар Все в этой жизни у вас будет замечательно До встречи, господа До свидания